С вами Megabzor.com и сегодня у нас в центре внимания будет видеокарта Gigabyte Radeon RX 6650 XT Eagle OS это версия Она же доступна версии без заводского разгона Ссылки на обе версии будут в описании к этому видео Данная видеокарта стала улучшенной модификацией Radeon RX 6600 XT Построена на чипе Navi 23 Здесь 2048 потоковых процессоров Работают они на частоте 2410 МГц и 2635 МГц в режиме Boost Увеличение частот отразилось на TDP Тут он 180 Вт, ранее был 160 Помимо увеличения рабочих частот Также установлена более быстрая память Это GDDR6, шина 128 бит И за счет этого выросла пропускная способность Сама заявленная прибавка тут составляет 5-10% Согласно данным от самой AMD И как и ранее, видеокарты этой серии ориентированы на комфортный гейминг в разрешении Full HD Стоят они плюс-минус 52 тысяч рублей за версию без разгона И 56 тысяч рублей за версию с разгоном Стоимость может меняться, данная стоимость актуальна на 8 июня Итак, комплект включает ее только руководство Польса Несмотря на относительно невысокий уровень TDP Тут установлена крупногабаритная система охлаждения с тремя вентиляторами Это отразится положительно на температурных режимах работы И увеличит общий срок службы А также даст запас для экспериментов с проведением ручного разгона При этом она совместима с большинством доступных корпусов Длина 285 мм, ширина 115 Занимает два слота расширения Используется пластиковый кожух с полигональными линиями В оформлении сочетаются черный и темно-серебристые цвета Задняя пластина выполнена из металла Она защищает обратную сторону печатной платы На ней есть крупный вырез, позволяющий последнему вентилятору продувать воздух через радиатор Повышая эффективность отвода тепла В конструкции кулера используются три вентилятора с увеличенным ресурсом службы Поддерживает она режим полной остановки вращения Обеспечивая полностью бесшумный режим работы Уровень TDP 180 Вт, рекомендованный источник питания от 500 Дополнительное питание подается через 1 8-пин разъем Это видеокарта с заводским разгоном В игровом режиме частота повышена с базовых 2410 МГц до 2523 В бусте с 2635 до 2694 Располагает 8 ГБ графической памяти Типа GDDR6 Шина 128 бит Работает на частоте 17500 МГц На панели вывода доступны 2 DisplayPort и 2 HDMI Они поддерживают изображение вплоть до 8К Есть зоны с управляемой синхронизированной подсветкой Это логотип бренда на боковой грани С официального сайта для Radeon RX 6650 XT Eagle OS от Gigabyte Можно загрузить утилиту управления Aorus Engine В ней можно провести ручную корректировку рабочих частот процессора памяти Лимит энергопотребления изменить А также один из режимов работы вентилятора выбрать Настройки можно сохранять в профилях и в последующем быстро переключаться Мониторинг частоты процессора памяти вольтажа в виде графиков за интервал времени Она также включает утилиту RGB Fusion 2.0 Которая в свою очередь используется для управления синхронизацией подсветки Выбор цветов и эффектов яркости и скорости Тестирование велосистемы собраны с процессором Core i5-12600K Материнской памятью с платой Z690 и памятью DDR5 Оценка уровня быстродействия в играх проводилась с разрешением Full HD С максимальными настройками графики Несмотря на заводской разгон Мы также провели изучение потенциала для ручного разгона Удалось получить стабильную частоту на частоте 2950 МГц Для режима Boost и память 19200 взяла Сразу отмечу, что все тесты по бенчмаркам Приводятся именно на заводских частотах Такие, которые установлены на самой видеокарте по умолчанию Напомню, по ссылке есть текст обзор Там можно смотреть скриншоты с бенчмарков В представленных видео Там же есть мониторинг с пяти игр В полном тайминге Можно посмотреть без ускорения Здесь же для экономии вашего времени Часть мониторинга будет ускорена Субтитры создавал DimaTorzok На выходе получаем видеокарту для игр на высоких настройках В разрешении Full HD и 2K со средними настройками В целом же это ожидаемый рефреш Уже знакомые видеокарты, предлагающие прирост в пределах 10% И что любопытно, сейчас в ряде магазинов 6650 XT стоит дешевле, чем 6600 То есть в этих случаях, конечно, брать лучше рефреш Обновленную версию Даже те же 10% при меньшей стоимости Это оптимальный выбор Протестированный нами видеокарта от Gigabyte Продемонстрировал низкие рабочие температуры В режимах продолжительной нагрузки А также низкий уровень шума При невысоком энергопотреблении При наличии опыта Также можно будет сэкономить Взяв, например, Radeon RX 6650 XT без разгона И провести его вручную Причем даже получить большие частоты, чем на заводском Но тут вопрос вашего опыта Ну и удачи отчасти Radeon RX 6650 XT Была в центре внимания Лайк, подписка, приветствуется Пока-пока